МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по культуре и туризму, администрация городского округа Щелкова, Наталья Чуйченко. Здравствуйте, Наталья Александровна. Добрый вечер. Я смотрю, у вас такая деталь туалета добавилась. Георгиевская ленточка. У нас акция стартовала уже в округе. Ну, на самом деле, округ у нас обширный, поэтому первые ленточки уже раздаются жителям. Массовая акция будет проходить уже после первомайских праздников. Ну и, конечно, максимальное количество ленточек до праздника Великого Дня Победы придет в руки нашим жителям и гостям города. Наталья Александровна, я знаю, что сегодня вы были на заседании Совета депутатов городского округа Щелкова. Выступали там с докладом, наверное, да, как это сказать, о тех мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе в майские праздники. Не 1 мая, но, естественно, 9-го. Если можно подробно, тезисно изложить, что у нас ждет. С огромным удовольствием расскажу. Да, это традиционный такой доклад. И я готова поделиться сегодня всей информацией с жителями. Но мне хочется тоже начать с приятного. Пускай здесь, на Ахчелковской телерадиокомпании, стартует тоже акция Георгиевская ленточка. Сергей, я с большим удовольствием вам передаю этот символичный начат. Спасибо, но я, наверное, сразу и надену ее. Да, конечно. Безусловно, колоссальное количество мероприятий запланировано на территории городского округа Щелкова. Готовятся к празднику и учреждения сферы культуры, и учреждения спорта, молодежной политики, образовательные учреждения. Общий план мероприятий, если говорить в цифрах, составляет практически 50 листов, куда в том числе входит благоустройство территорий. Ну а центральных таких мероприятий, традиционных, на мемориалах, на памятниках воинам, павшим в год Великой Отечественной войны, будет у нас более 50 в всех основных населенных пунктах на территории городского округа. Проходят и стартуют также в разные временные периоды уже традиционные акции и полевая кухня, полевая каша для всех желающих. Георгиевская ленточка, о которой мы начали сегодня говорить, и письма ветеранам пишут в различных форумах. Так что работа проводится очень большая. Конечно, наверное, самым крупным мероприятием следует отметить, полюбившись уже всем жителям нашей страны, мне кажется, и многим жителям за ее пределами, акция «Бессмертный полк». Самое массовое мероприятие. Ну а по времени это как будет проходить? Тоже как обычно? Каждый год? Да, безусловно. Я думаю, что жителей в сельских населенных пунктах, расположенных за пределами города, Челку, волнует вопрос, будут ли проходить мероприятия и митинги на территориях в привычное для них время. Да, у нас прошла определенная реформа, мы стали городским округом. Так вот, на те звонки, которые поступают в Комитет по культуре и туризму, мы с уверенностью отвечаем, что все традиции сохранены, и в привычное для жителей села и деревень время будут проходить митинги на их территориях. Центральные мероприятия также, для того, чтобы не путать жителей, мы стараемся не сдвигать по времени проведение. У нас мероприятия 9 числа начнутся в 10 часов утра в микрорайоне Чикаловский традиционным парадом войск, гарнизона и возложением цветов к мемориалу воинам, отдавшим жизнь за нашу великую родину. В 10 часов утра также будет проходить возложение цветов и венков на мемориальном комплексе на Гребенской горе. Здесь обычно присоединяются в большом количестве предприятий и организации, расположенные на территории города и городского округа, со своими также венками к участию в возложении. В 11 часов мы начинаем формировать праздничные колонны и готовимся к основному шествию в центре города. В 11.30 по сложившейся традиции отправляемся с площади Ленина и парадом воинских частей и гражданской колонны к нашему центральному мемориальному комплексу Аллеи памяти, где уже в 12 часов состоится, конечно, памятное торжественное мероприятие и возложение цветов. Это утренняя программа. Далее, чтобы дать возможность жителям добраться, либо посетить кладбище, соблюсти свои какие-то семейные уже устои и традиции, акция «Бессмертный полк» будет проходить с 15 часов. Мы, как и в прошлом году, будем выходить от летней эстрады в парке культуры и отдыха, продолжать свое движение по улице Пушкина до Парковой, по Парковой. И в прошлом году мы останавливались на площади, получили тоже определенные предложения от жителей. Все-таки люди хотят приходить на мемориал и возлагать цветы, и поэтому в этом году мы продолжаем свое движение с площади Ленина по Первому советскому переулку, приходим на Аллеи памяти, и там возложение у нас проходит уже в рамках акции «Бессмертный полк». Это центральные наши крупные митинги. Ну а им предшествует 8 мая еще большое количество митингов в населенных пунктах, прилегающих к городу Щелково. Это и такие деревни, если говорим обыслежащие, как Хмутово, Образцово, Кожино, Васильевское. То есть все небольшие памятники у нас также будут со своими мероприятиями. Жители мы, безусловно, на прилегающей территории афишами и в соцсетях, и в газетах, и на жилом фонде проинформируем об этом в межпраздничные дни. И традиционно уже, наверное, наши три центральные памятника не останутся в стороне. Мы 8-го проведем церемонию возложения цветов. И на Первом Советском переулке у памятника воинам хлопчатобумажного комбината, и на Заводской улице на памятнике воинам-химикам, и на улице Парковая, там, где у нас памятник героям Советского Союза. Ну, а вот в населенных пунктах централизовано все эти мероприятия будут проходить? Или, может быть, руководство населенных пунктов может как-то еще самостоятельно предлагать? Ну, или, скажем, те же учреждения культуры, которые входят и в ваш комитет? Вы знаете, конечно, День Победы – это праздник, который возник неспонтанно и недавно, да? А это все-таки такая история с уже долгими традициями. И в каждом населенном пункте, независимо от того, какая сейчас там форма управления, все мероприятия творческие проходят в тандеме с представителями или структурами администрации. Поэтому, конечно, все эти мероприятия согласованы, они у нас входят и в план к постановлению, по которому обеспечивается там безопасность, но и, безусловно, сопровождаются творческим наполнением на каждой территории. Спасибо. Ну, мы со своей стороны, я имею в виду телерадиокомпанию «Щелково», конечно, тоже будем внимательно следить. Понятно, что за всеми событиями уследить мы не можем, но за центральными обязательно, я думаю, что потом своеобразные видеоотчеты тоже представим нашим зрителям. Ну, еще тогда небольшой анонс, да, то, что нас ждет в мае. Это всероссийская акция «Ночь музеев». Что готовится в этот раз? Ну, наверное, я не буду раскрывать, конечно, всех секретов подготовки к этому мероприятию. Да, у нас акция уже полюбившаяся жителям. И скажу честно, что не без удовольствия готовиться к этой акции в нашем музее. Это Челковский историко-кровический музей, Челковская художественная галерея и музей «Фриановский». Они сами получают огромное удовольствие от того, что есть возможность предлагать своим посетителям не какую-то традиционную услугу для этих учреждений, а провести комплексные мероприятия, организовать какой-то необыкновенный симбиоз. И вы знаете, в историко-кровический музей уже регулярно приходят на подобные мероприятия трупы Щелковского театра, да, театрально-концертного центра. Это Фриановский музей. Здесь вообще отдельная уникальная атмосфера в стенах усадьбы. С этим особым колоритом можно и посмотреть постоянно действующую экспозицию, и посетить тематическую выставку, которая проходит в эти дни, поучаствовать в мастер-классах, которые они стараются преподносить для посетителей, и каждый раз новые, ну и послушать в главном зале усадьбы какой-либо музыкальный концерт в исполнении камерного коллектива. Это всегда производит впечатление на любого посетителя. Жалко только, что Фриановский музей не может вместить огромное количество посетителей сразу, поэтому всем желающим попасть на ночь музея, например, во Фриановский музей или Щелковский историко-кроведческий галерею, я очень рекомендую к 18 мая заранее звонить, записываться на эти программы, для того, чтобы все-таки суметь поучаствовать. Ну, а можно как-то сбронировать вход, что называется? Конечно, конечно. В Африанском музее абсолютно точно вам говорю, идет пофамильная и поименная запись на программы, учитывая такие небольшие площади. А что, и входить по паспорту или как? Или билеты? Нет, можно, конечно, и заранее приобретать билеты, но в целом просто идет бронирование места для того, чтобы не переполнить это помещение. Наталья Сыновна, ну вот вы сказали, что у нас и Щелковский историко-кроведческий музей, и художественная галерея готовят разные программы, так я понимаю, да? Но все-таки у них месторасположение такое совсем рядом, да? Дверь в дверь практически в одном здании. И вот как они? В тандеме выступают? Или все-таки своеобразная конкуренция какая-то присутствует? Вы сняли с языка у меня слово конкуренция. Это очень хорошая конкуренция во всех отношениях. Когда два учреждения со схожей услугой располагаются рядом и похожи, ну даже по объему помещений, например, как в нашем случае, это дает очень большие стимулы для того, чтобы удивлять жителей чем-то особенным, каждому из руководителей учреждений. Конечно, программы будут разные. Щелковская галерея любит приглашать мастеров и педагогов, которые с пришедшими участниками проводят какие-то мастер-классы руками. И кто-то с нуля пытается освоять какие-то отдельные композиции, допустим, из материалов специальных. В музее, наверное, ближе к тематике их выставок, которые они уже проводили, бывает и мастер-класс по гравюре, например, тоже отдельное очень интересное направление. Бывает отдельная серия детских мастер-классов. Эти учреждения никогда не повторяют друг за другом свои программы, не используют приглашения одних и тех же специалистов или мастеров для проведения тех или иных программ. И тем самым дают возможность даже одному жителю суметь за один вечер, который он для своей культурной программы выделяет, посетить и программу в галерее, и абсолютно другую программу увидеть и посетить в музее. Ну а заранее можно будет узнать программу? Что будет происходить? Конечно. Как это будет анонсерваться? Учитывая, что мы сейчас как раз в самой активной уже фазе завершения подготовки к Дню Победы, уже конкретные программы сейчас завершаются договоренно с теми или иными участниками, конкретные программы появятся сразу после 9 мая в афишном материале, и анонсы мы дадим как в наши издания печатные, так и на телевидении, в средствах массовой информации на сайте администрации. Ну и чтобы уже завершить разговор об анонсах, так скажем, о том, что произойдет, наверное, это очень долгосрочный прогноз, но тем не менее, наверное, уже сейчас сразу после празднования Дня Победы, 74-й годовщины Победы, уже начнется подготовка и к юбилею, к 75-й годовщине, и в целом по стране уже тоже началась подготовка. Есть какие-то, скажем, планы, как мы будем отмечать этот юбилей? Совершенно верно. Подготовка в стране началась еще в 2018 году, и первые документы по направлениям подготовки мы получали в прошлом году, начинали с ними работать. Сейчас администрация городского округа подготовлен опорный план подготовки, по которому определены направления, да, не конкретные узкие мероприятия, а направления именно подготовки к такому знаковому и очень масштабному празднованию юбилея Победы на территорию округа. Не хочется сейчас предвещать, наверное, каких-то отдельных событий, но следует отметить, что, безусловно, особое внимание уделяется к состоянию памятников на территории городского округа и вопросам их благоустройства, приведения в надлежащее состояние. Мы понимаем, что это та работа, которую нужно делать заранее, начинать уже в этом году, для того, чтобы в следующем году достойно прийти к празднованию. Ну, а творческие мероприятия – это все-таки то наполнение, которое даже в процессе подготовки имеет свойство видоизменяться, да, появляются какие-то новые идеи, новые веяния, поэтому сейчас, наверное, говорить точно о каких-то узких мероприятиях очень сложно. Конечно, будет какое-то очень масштабное центральное мероприятие, на котором мы постараемся охватить максимальное количество наших жителей, которые смогут и прийти, и поучаствовать, и вообще посмотреть праздник, большой праздник. Ну, а вот в этом году, я не задал вопрос, какие-то культурные, я имею в виду, концертные программы будут 9 мая? Конечно, у нас есть как локальные концертные программы во всех учреждениях культуры, это и в поселениях, там Медвежье-Озерский дом культуры, Фриановский дом культуры, во всех учреждениях есть свои мероприятия творческие на сцене, да, либо в залах. Также и на территории города мероприятие в театральном концертном центре. Отдельно подготовлен план спектаклей, приуроченный к этой дате. Это, например, спектакль «Ляльки», он такой драматический, но, тем не менее, в тематике Великой Отечественной войны пройдет как раз в эти выходные дни. Также и 5 мая пройдет в театральном концертном центре концерт духового оркестра с песнями «Победа», с песнями «Великой Отечественной войны». Поэтому во всех учреждениях будут проходить мероприятия, тематические планы этих мероприятий. Также уже есть у нас и в печатных изданиях, и на сайте администрации, на сайтах учреждений. А непосредственно 9 мая для жителей города будет комплексная программа на территории городского парка культуры отдыха, где будут всевозможные развлечения для различных категорий жителей. Конечно, мы стараемся охватить в большей степени подрастающее поколение и сделать для них какие-то активности, мастер-классы, что-то, куда они смогут прийти, поделать руками, что-то изготовить, унести потом с собой, либо поучаствовать в чем-то, пощупать, потрогать, посмотреть. На улице Парковой будет у нас в дневное время выставлена ретро-техника, и тоже можно будет подойти, сфотографироваться, посмотреть на этот объект, поинтересоваться у водителя, который рядом ответственно будет стоять, что это за единица техники, как она использовалась, в какие времена. Концертная программа в парке культуры отдыха, безусловно, не обойдется без коллективов художественной самодеятельности нашего муниципального образования, но и приглашенных артистов, безусловно, под финал концерта. Какие-то сюрпризы для жителей будут завершиться праздник традиционно праздничным фейерверком. Фейерверки у нас пройдут в городском парке в 10 часов вечера, в микрорайоне Чикаловском, в Африаново и в Мунино. Ну вот, раз уже коснулись темы памятников, сказали, что еще целый год, наверное, на приведение их в надлежащий вид, но вроде у нас они и так в хорошем состоянии. Много проблемных вообще, я имею в виду в целом по территории округа. Понимаете, все имеет свойство устаревать, и где-то ежегодно проходит ремонт косметический, а какие-то объекты уже начинают нуждаться в ремонте капитальном. И речь я вела именно о более серьезных работах, комплексных, касающихся капитального ремонта тех или иных объектов. Потому что приведение в порядок, конечно, проходит каждый год к мероприятиям. И сейчас эта работа завершается к праздникам. Непосредственно в Дню Победы. Вопрос тоже про памятник. Может быть, он не связан, конечно, с Днем Победы, но тем не менее, я имею в виду монумент «Скорбящая мать», который на Краснознамецкой улице находится. Уже достаточно давно идут разговоры, что его оттуда перенесут в другое место. Сейчас какова ситуация? У нас работает рабочая группа по выковечению памяти. Там есть разные формы работы. Этот вопрос рассматривается на данной рабочей группе. Пока конкретных решений по переносу этого памятника не принято. Он находится на том месте, где исторически уже много лет простоял. Но, безусловно, какие-то иные места для расположения этого объекта рассматриваются. Здесь у нас на фабричной образовался достаточно активный культурно-деловой центр. Это и спортивный объект, универсальный комплекс Подмосковья. Это и Ледовый дворец, который активно посещается абсолютно всеми возрастами наших жителей и гостей, даже из соседних муниципальных образований. Это театрально-концертный центр, у которого также кипит насыщенная культурная жизнь. Но говорить о переносе памятника можно только тогда, когда будут все-таки определены места возможного переноса этого памятника, согласованы со всеми заинтересованными структурами. И когда будет идти речь о благоустройстве, допустим, этого сквера, как общественного такого пространства, либо театрального сквера. – Ну и чтобы закончить тему о памятниках, планируется ли вообще еще какие-то новые монументы у нас изводить? Может быть, не такие вот памятные, я имею в виду посвященные Великой Отечественной войне или другим героическим событиям, но хотя бы то, что на набережной Серафима Саровского, те же солнечные часы и нечто подобное. – Я с радостью рассказала бы о том, что мечтается мне и что видится мне, но это все-таки, наверное, вопрос немножко не моей компетенции. Здесь речь идет и об архитектурном облике города Щелково и городского округа. Он сложный и, безусловно, связан и с объемным финансированием. Мы понимаем, допустим, какая колоссальная работа была проделана при подготовке и установке бюстов на Аллее Героев в микрорайоне Чикаловска. Мы понимаем, что это еще не завершенный объект, не в итоговом своем виде. И, наверное, прежде чем говорить о новых памятниках, нужно закончить те работы, которые начаты. – Ну а памятник Цесаревичу Алексею, о котором тоже уже давно говорят? – Памятник Цесаревичу Алексею, по тем сведениям, которые есть у меня, готов на территории принять и устанавливать отец Андрей, настоятель Троицкого храма. И в целом вопрос в положительной динамике находится. – Спасибо. Наталья Александровна, напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Наталья Чуйченко. Телефон прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим наш разговор. Теперь, наверное, поговорим о том, что было не так давно в нашем округе, связанное, естественно, с культурными мероприятиями. Конечно, это тоже всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Наш корреспондент и оператор Ирина Микедова прошлась по нескольким библиотекам и зафиксировала самые интересные моменты. Давайте посмотрим. «Библионочь» — это ежегодная культурная акция, которая проходит в апреле по всей России. В этот день, или точнее ночь, библиотеки расширяют время и формат своей работы. В этом году официальная тема акции «Весь мир. Театр». А все потому, что 2019 год объявлен в России годом театра. В акции приняли участие все городские библиотеки, и каждая придумала свой формат «Библионочи», так или иначе, связанный с театральным искусством. В детской библиотеке на Пушкино-24 из-за возраста участников закончить надо пораньше. Поэтому здесь не «Библионочь», а «Библиосумерки», заполняет которой театр «Созвездие» клуба «Мальцево». Один юный актер так зачитался, что чуть не прозевал свой выход. В юношеской районной библиотеке на улице Талсинской программу под названием «Мы, бродячие артисты» представил театр «Атмосфера» под руководством Анастасии Гребенниковой. А некоторые гости «Библионочи» унесли домой на память вот такие собственные портреты, изготовленные на мастер-классе «Театр теней». Любители искусства собрались и в библиотеке семейного чтения на Советской 3. Рассказ об истории лермонтовской драмы «Маскарад» сопровождал знаменитый вальс Хачатуряна из одноименного фильма. В Центральной районной библиотеке на Пушкино, 30, в рамках «Библионочи» прошли творческие встречи с артистами. Дарья Кабанова играет в театр школы современной пьесы и школы драматического искусства, а также в нашем Щелковском театре. Снималась в сериалах «Молодежка» и «Универ» «Новая общага». Говорит, что актерская профессия как наркотик. Раз вышел на сцену и понимаешь, что ты без этого уже не можешь. Ну вот такой подробный рассказ. Вы, конечно, все равно прокомментируете еще. Акции «Библионочи» вопрос наводящий. Сложно ли так готовиться к этому мероприятию? И звезд приглашать, и актеров. Ну и, наверное, как-то мобилизоваться. Здесь, прежде чем ответить на ваш вопрос, мне очень хочется отметить сотрудников и коллектива наших библиотек. Какое-то время, мне кажется, было такое отношение к этим типам учреждений, что у них достаточно узкая работа, читатель, книга, формуляры, какая-то такая непохожая на остальные учреждения культуры. Нет, это совсем не так. И как раз мероприятия «Библионочи» показывают, особенно пришедшим в эти учреждения впервые, что сотрудники библиотеки – люди очень творческие. Эти программы ведь готовят не Комитет по культуре и туризму, эти программы готовят непосредственно сами учреждения. Мы, наоборот, стараемся создать такую систему работы и такую атмосферу, чтобы у сотрудников была возможность и желание высказывать свои творческие идеи, делиться ими в каком-то творческом обсуждении, в такой мини-лаборатории творческой, находить наиболее формы интересной работы и проведения тех или иных мероприятий. А мы, со своей стороны, уже стараемся только их поддержать, направить. Ну и в дальнейшем уже провести соответствующую работу для окончательной реализации тех или иных задумок. И сотрудники библиотек, не знаю, мне кажется, они смогли бы работать с любыми звездами, приглашать и больших артистов, потому что это люди, в первую очередь, очень высокоинтеллектуально развитые, очень образованные, с широким кругозором на любые темы и очень ответственные. Они крайне тщательно готовятся к любому проекту, который проходит на их территории. А в рамках «Библионочи» в 2019 году мне также хочется отметить, что приятный момент, наверное, для меня как руководителя этой сферы, что библиотека не замкнулась только на себе, своих сотрудниках, либо приглашенных со стороны участников, коллективах, а взаимодействовала с коллективами учреждений культуры, культурно-досогового типа или театрально-концертного центра, которые расположены на нашей территории. На мой взгляд, в таком творческом союзе, в таком творческом симбиозе как раз прекрасны перспективы для проведения мероприятий. Они интересны для жителей, они более доступны для самих учреждений с точки зрения расходов на их подготовку. Да и вообще это дает возможность развиваться творчески и одной стороне принимающей, и второй стороне, которая свою программу представляет. В данном случае мне особо понравилась программа в нашей центральной библиотеке, которая проводилась совместно с театральным концертным центром, как раз с приглашением артистки театра. Сейчас в сюжете мы об этом увидели, услышали. Тем более, что артистка театра новая, она не так давно трудится в театральном концертном центре. И только недавно наши жители, которые являются заядлыми посетителями, постоянными посетителями театра, увидели ее на сцене в премьерном спектакле по Чехову. И вот здесь уже сейчас она предстает перед жителями с, скажем так, изнанкой своей профессии, рассказывает как раз те нюансы, о которых думает она, которые ее волнуют и отвечают на вопросы жителей. Также отмечу, что у нас вообще-то год театра сейчас, и очень правильное направление выбирает библиотека, когда берет эту тему в работу. Это не единственный совместный проект с театральным концертным центром. У нас есть и проект библиотек и с театром, и с учреждениями образовательной сферы. Большой проект от книги к театру, когда дети, прочитывая того или иного автора, то или иное произведение в рамках школьной программы, выходят в театральный концертный центр. Сотрудники библиотеки готовят отдельные активности, мастер-классы, познавательные программы, викторины. И, поверьте мне, они в старомодном понимании этого слова абсолютно в современных, интересных детям форматах проводят это с ребятами. Дальше ребята проходят в зал и смотрят еще спектакль. Либо по этим произведениям, которые они проходят, либо по другим произведениям авторов, которых они читают. И персонажи со сцены выходят еще и к ребятам на диалог. То есть это очень интересный симбиоз как раз сферы библиотечного обслуживания населения, театрально-концертного центра, сферы образования. Спасибо, Наталья Александровна. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелкова Наталья Чученко. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелкова Наталья Чученко. Еще раз здравствуйте, Наталья Александровна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Возвращаемся к разговору о библиотечной системе. Так интересно рассказывали, что вспомнили недавно прошедшую акцию «Библионочь» и сказали, что заслуга сотрудников полностью в этом. Но, тем не менее, хочется спросить о, так скажем, в целом работе, потому что достаточно много у нас этих учреждений, и не только в городе Щелково, практически во всех достаточно крупных, так скажем, населенных пунктах округа. Как там обстоят дела? Люди ходят. Достигнут ли тот уровень, который мы видели в видеосюжете? Очень здорово, что мы сегодня много говорим про библиотеки, про эту сеть, про эту отдельную сферу обслуживания в рамках культуры городского округа. Да, безусловно, в библиотеках, расположенных в разных населенных пунктах, абсолютно не одинаково обстоит ситуация. И мы не лукавим, понимаем, что где-то эта услуга более востребованная, где-то, как, например, у нас наша юношеская библиотека, найден свой читатель, причем в определенной категории, допустим, и приходит много молодежи, и для них организуется не только сама услуга чтения и предоставление книг, а и какие-то отдельные мероприятия. В каких-то населенных пунктах дело обстоит хуже, мы понимаем, что не такое большое количество посетителей, как хотелось бы и как должно быть в учреждении культуры. Прекрасно понимаем по результатам своего анализа, что это не проблема какого-то конкретного библиотекаря, сотрудника. Конечно, здесь целый комплекс и устаревшая материально-техническая база условий, в которые хотят или не хотят приходить люди. Мы понимаем прекрасно, что многие годы такого должного внимания этим учреждениям не уделялось. Они, наверное, немножечко оставались в стороне. Но сейчас как раз для этих учреждений, на мой взгляд, уникальная просто возможность выйти на абсолютно новый уровень. Вы знаете, что у нас с 2019 по 2024 год реализуются национальные проекты. Российской Федерации, которые установлены на основании указа президента от 2018 года. В рамках национального проекта культуры есть 15 направлений, начиная от ремонтов учреждений, создания культурных центров и заканчивая повышением уровня образования сотрудников разной направленности. Это очень большие программы. Региональное правительство на свой уровень нацпроект, безусловно, переработало. И мы сейчас уже внесли определенные изменения в свои муниципальные программы, по которым мы работаем. Делает только первые шаги в реализации национального проекта. И как раз одним из таких направлений является так называемая перезагрузка библиотечной сети. В нашем случае Пчелковский округ выступает пилотным проектом для Министерства культуры Московской области по перезагрузке библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах. То есть библиотеки в селах и деревнях как раз, наверное, наименее благоустроенные учреждения сейчас находятся в активной фазе работы по этому проекту. Областью разработана единый дизайн-проект, по которому эти библиотеки все будут трансформироваться. Я могу для вас сказать в общих чертах, что это очень современная бело-красно-черная с серыми элементами, цветовая гамма, где-то с вставками натурального дерева светлого, там светлый бук, молочный дуб. Очень красивая визуализация уже реализованных проектов. И в настоящее время мы объехали и с представителями области, и приезжала к нам заместитель министра культуры Московской области Инга Евгеньевна Марковкина, курирующая это направление, объехали наши библиотеки в сельских населенных пунктах. Их у нас 13, следует отметить, равно как и в городской черте 13 филиалов библиотек. Вот эти 13 библиотек входят в программу перезагрузка. В настоящее время мы завершаем осмечивание тех работ, которые нужно произвести, и ремонтных, и переоснащение библиотек. Безусловно, рассматриваем возможность каких-то библиотек, которые, допустим, находятся в условиях, которые невозможно улучшить для того, чтобы это здание стало современным. Есть определенные конструктивные проблемы. Мы рассматриваем переводы в близлежащие какие-то здания и помещения. И в завершении 2019 года по реализации этой программы мы рассчитываем открыть 13 современных таких мини-культурных центров, которые будут являться библиотеками. Это их останется основной профиль. Но на наш взгляд они станут, конечно, центрами притяжения для сельских населенных пунктов, потому что там будет для читателей и посетителей большой спектр услуг. Это и выход на посетительских компьютерах современных, на электронные порталы и доступ к источникам национальной президентской библиотеки. Это и бесплатный Wi-Fi просто для тех, кто хочет прийти, и, может быть, не обязательно с книгой сидеть, а в какой-то другой форме провести время. Это отдельное расписание творческих программ для юных посетителей, для более старшего поколения, которое будет приходить в эту библиотеку. То есть какая-то дополнительная смежная услуга, мастер-классы, например, по какой-то тематике в библиотеке. Ну и всякие такие очень интересные, вкусные дополнения, например, как станция зарядка гаджетов, где молодежь подойдет уже, не нужно искать розетку, чтобы подключить свой телефон или планшет или еще что-то. Мягкие пуфы в зоне отдыха, отдельные детские уголки. Конечно, и эти библиотеки имеют свою определенную градацию. Есть в зависимости от площади помещений. Есть более крупные, они будут у нас обустраиваться по стандарту библиохолла. Такое есть у нас понятие теперь в Московской области, как раз в рамках реализации этой программы. Там есть еще более глобальные дополнительные вещи, как отдельная детская зона с игровыми всякими принадлежностями. Ну, посмотрим, когда это все реализуется. Я думаю, пригласите нашу съемочную группу, чтобы мы воочию показали, как преобразилась та или иная сельская библиотека. Наталья Александровна, у нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем, ответим, потом продолжим наш разговор. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Добрый день, вечер, наверное. У меня вопрос к Наталье Александровне. В преддверии 9 мая вопрос будет следующий. Хотелось бы уточнить, как будут проходить акции Бессмертного полка непосредственно в самом городе и в населенных пунктах, в деревнях. Каким образом это будет выглядеть в этом году? Спасибо большое за ваш вопрос. Акции в населенных пунктах и в деревнях остаются неизменными относительно предыдущих лет и будут совмещены с утренними праздничными мероприятиями на всех памятниках в деревнях и селах, в населенных пунктах. Центральная акция Бессмертный полк, которая пройдет в городском, в городе Щелково, состоится в 15 часов 9 мая. Стартует от летней эстрады в парке культуры отдыха на Пушкино 22 и по улице Парковой через площадь Ленина мы пройдем до мемориального комплекса Аллеи памяти. Там произведем возложение цветов. Спасибо. Наталья Александровна, давайте продолжим наш разговор. Вы так подробно и интересно рассказали про библиотеки. Конечно, этими учреждениями не ограничивается наша культурно-досоговая жизнь в округе. И, конечно, большое значение имеет, наверное, и клубная система, если так официально выразиться. Я имею в виду, конечно, сельские поселковые дома и дворцы в некоторых местах культуры. Вот как им живется сегодня? Прекрасно вы сказали про дворцы культуры. Мы очень стремимся к тому, чтобы у нас все учреждения были дворцами. Конечно, в один момент всего не сделаешь, но работа проводится. И следует отметить, что работа комплексная, не исключается аспект, например, создания доступной безбарьерной среды для всех категорий населения во всех учреждениях, независимо от того, в какой местности они находятся. Но сейчас, конечно, не об этом, а, наверное, о том, чем живут наши учреждения. Я расскажу об этом с удовольствием. Иногда я, встречаясь на наших ежемесячных совещаниях с директорами культурно-досоговых учреждений, смотрю на то количество мероприятий, которые проходят в стенах учреждений и за их пределами, либо на прилегающей территории, либо просто на общественных и городских пространствах. И не могу уложить в своей голове, каким образом сотрудники, коллеги умудряются в таком объеме вот этот творческий продукт, если можно так выразиться, производить. У нас с каждым годом растет уровень мероприятий всех учреждений. Не далее, как у нас в апреле прошедшие недели были посвящены и погружены в замечательный, тоже уже традиционный для нашего округа фестиваль, международный фестиваль искусств «Звездный». Это совместный крупнейший проект с фондом народного артиста Юрия Розума. И, конечно, я думаю, в нашем городском округе мало тех людей, кто не слышал или не бывал на мероприятиях в рамках этого фестиваля. Юбилейные торжества тоже оставили самые потрясающие положительные впечатления, потому что каждый концерт или мастер-класс в рамках фестиваля – это, наверное, то мероприятие, которое заслуживает отдельного рассмотрения. Так я отмечу, у нас в школе Розума мастер-класс в этом году проводил Никас Сафронов. Я думаю, что посещение таких интересных личностей международного, уровня международной величины… Говорит о нашем статусе. Да, действительно, события стоящие. Ну и если говорить о мероприятиях наших учреждений, очень с большой гордостью я хочу отметить, что четыре фестиваля, которые раньше проходили в статусе районных на территории многие годы, имеют уже историю за плечами, мы подавали в Министерство культуры Московской области в прошлом году на рассмотрение. И в этом году они проходят в статусе областных мероприятий. Это уже прошедшие фестивали театрального искусства «Театральная весна Подмосковья». Это буквально в первой половине апреля прошедший фестиваль эстрадного пения «Серебряный голос». И еще предстоящие мероприятия – хореографический фестиваль «Щелковский перепляс». И очень любимый и жителями, и гостями фестиваль-конкурс «Алябийский соловей», который проходит на территории Фрианово, поселка Фрианово, и в усадьбе, и в Рязанцах на площадке возле Дома культуры. За счет того, что фестивали стали областными, для нас это, безусловно, и статус, и ответственность. Это большое количество участников из нашего региона, из разных муниципальных образований. Это очень статусные члены жюри, которые приезжают оценивать участников и коллективы. Тем не менее, нам не хочется останавливаться, подняв наш фестиваль до областного статуса. Мы рассмотрели предложения учреждений, расположенных на территории городского округа, и четыре мероприятия вывели в статус районных. Те мероприятия, которые локально когда-то возникли в отдельных учреждениях, в небольшом формате, и сейчас, на наш взгляд, действительно выросли до уровня соответствия районных мероприятий. Это в каких населенных фронтах? Ну, так, например, я вам приведу как раз последний районный в этом году фестиваль, который прошел в Афряново, в Доме культуры, в прошедший четверг, минувший четверг. Этот фестиваль был по нескольким направленностям, по нескольким жанрам. Там и художественное слово, и вокальное искусство, и хореографическое искусство. И собрал он на площадке этого учреждения представителей даже других областей. Благо, граничен с Владимирской областью, и к нам уже стали ездить из соседних населенных пунктов участники. Ну, наверное, на Алябьевской слове, конечно, приехать проще из Владимирской области, чем из нашего Щелкова, все-таки растянут. Вы знаете, я скажу здесь, наверное, вопрос не только в транспортной доступности или расстоянии. Всегда участники с удовольствием едут на те фестивали, где, во-первых, есть интересная программа для них, как для участников. Есть действительно определенный уровень участников, который создает конкуренцию хорошую. И когда хорошая организация самого мероприятия, самого фестиваля, тогда участники возвращаются независимо от расстояния. Наталья Александровна, у нас осталось буквально три минуты. Хотелось бы еще вспомнить об одном важном событии, юбилейном событии, которое в этом году нам предстоит всем отмечать. Это 90-летие и Московской области, и нашего Щелковского района, все-таки района, а не округа. Это будет проходить в конце августа. Как мы готовимся встретить этот юбилей? Совершенно верно. Подготовка идет активным образом. Наши учреждения начали давать свои первые предложения по отдельным программам и по концепции праздника в целом. Еще в конце января первая работа началась. Сейчас план мероприятий творческих, культурно-досуговых уже сформирован практически окончательно. И я думаю, что мы анонсы мероприятий сможем давать уже в середине лета. Но отмечу, что, конечно, центральные торжества будут проходить в последние выходные августа. И в этом году предложения творческие наши следующие мы будем, все-таки вспоминая еще и о шлакоткачестве, о наших корнях, о началах нашей территории, о градообразующих предприятиях, об этих особенностях. Мы будем протягивать нить времени и нить истории через все площадки города, на которых будет та или иная активность. И стараться историческое прошлое отражать в тех или иных инсталляциях и активностях на разных территориях. Если так, допустим, затронем одно из наших крупнейших градообразующих предприятий Агрохим и его предшественник химзавод, то у нас планируется отдельная площадка, где будет и какая-то история химической отрасли на нашей территории, и какие-то, например, для детей активности, где они что-то смогут смешивать, получать какие-то химические реакции. То есть такой очень комплексный подход, конечно, я очень боюсь предвещать, но надеюсь, что все наши идеи реализуются и жители будут приятно удивлены. Ну и плюс, конечно, что вы были какие-то сюрпризы в этот праздник. Большое спасибо, Наталья Александровна, за ответы на вопросы. Наверное, не обо всем успели рассказать, увы, время ограничено. Спасибо, что нашли время прийти к нам, тем более накануне таких вот грандиозных событий, когда все мы будем задействованы на первомайских, ну и, естественно, на праздники Дня Победы. Спасибо еще раз. Спасибо за диалог. В гостях у программы «Диалог» была председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Наталья Чученко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Продолжение следует...